В декабре и январе большая часть территории России пребывала в красной зоне, временами переходящей в Вишневую. Таким цветом метеорологи обозначают регионы, где зафиксирована температура воздуха выше нормы. Аномальная ситуация коснулась не только европейской части страны. За Уралом дела обстоят не лучше. Столбик термометра в Татарстане также замер на отметке гораздо выше многолетних значений. У нас за всю эту зиму всего было несколько случаев, когда температура понижалась до минус 15, и один раз в феврале даже минус 18 градусов. Это единичные случаи. За всю зиму мы наблюдали лишь буквально считанные дни, когда температура была, так сказать, в настоящем зимней, более-менее зимней. Вот такая погода теплая, она будет, по сути дела, и весь февраль. Не избежать в этом месяце и снега с дождем. Из-за потепления осадки смешанного характера стоит ждать уже на следующей неделе. С воскресенья температурный фон опять начинает повышаться, и это особенно будет заметно в начале следующей недели, понедельник, вторник, среда и так далее, когда уже будет настоящая оттепель. То есть температура будет и днем выше нуля градусов, порядка двух градусов, да и ночная температура тоже может быть положительной или близка к нулю. По мнению ученого, аномальные температуры связаны с влиянием атлантических воздушных масс. Вся территория России находится под влиянием Атлантики. Обычно в это время там очень интенсивный бывает сибирский антициклон, но в этом году он не очень сильно выражен, и до нас, по сути дела, не дотягивается. Синоптики и врачи также предупреждают, что потепление воздуха может привести к негативным последствиям для здоровья. Теплая зима способствует более агрессивному распространению вирусов и ослабляет иммунитет. Поэтому специалисты рекомендуют делать прививки и заниматься спортом, грамотно составляя рацион питания. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз.